из opti macros было преимуществами основными которые привлекли привлекло это гибкость расчетов очень быстрые спринты к бизнес результату то есть то что мы можем если даже что-то передумали быстро переписать и возможность перенести сложные формулы из прототипа на opti macros и плюс еще нас интересовали обязательно дэшборда визуализация и какая-то агрегация показателей к по и и в генподряде и в девелопменте у нас была своя архитектура то есть это не одна модель это целая цепочка моделей в генподряде мы стартовали с модели бюджетирования затем мы доразвили ее до модели стратегической и уже этот контур поддержали моделью операционного бюджетирования который как я уже говорила она просто на более коротких спринтах актуализируется еженедельно взяли этот успешный опыт и перенесли в девелперский бизнес также там есть модель бюджетирования это интеграционные процессы по планированию которые мы пытались реализовать и вот внедрили успешно с помощью opti macros и такие же модели консолидированной отчетности и стратегической портфельной модели то есть целевым было получение всей аналитики по масштабным портфель пикап вот эта система которая была создана она была принята мною и соответственно мной было доработано то что мы дошли до оперативного планирования и уменьшили этот срок с месяца до недели понедельное планирование получили с подпиткой фактов ежедневно и глядя на успешный этот опыт руководство приняло решение применить его на большом портфеле на большом направлении которое гораздо сложнее по логике расчетов по различным составляющим которые входят для составления итоговых отчетов ну в частности первичные это как обычно бдр бддс и баланс для того что нам базовую так сказать эту отчетность собрать и соответственно развили это все дальше для того чтобы также провести сценарный анализ и ввести соответствующая версионность зависит от того на каком этапе планирования там мы находимся вплоть до того что мы сейчас даже проводим такую историю что мы ввели такое понятие вообще как альтернативный сценарий то есть когда мы используя консолидированную модель предпосылок в которой мы по сути задаем изначальные параметры мы понимаем что у нас здание перспективное нужно должно построиться либо находится в процессе и мы можем какие-то настройки поменять первые вот эти этапы когда мы внедряли как и говорю базу бюджетирования конечно очень много было ну это наверно классическая да историю там терять сопротивление работы на то чтобы заложить этот фундамент конечно когда потом уже все масштабировали уже аналитическую часть прикрепили здесь был совершенно очевидно какой получаем результат то есть возможно в каком-то узком процессе бюджетирования эти бюджеты сократить просто по количеству дней там или чего то невозможно но если глобально смотреть на процесс именно как интегрированное планирование холдинга то нам удалось там сократить по времени на три недели бюджетирование и быстрее получать именно аналитику и сценировать именно получать результат который мы можем пояснить что важно понять фактор первое это вот прогнозная задача которых здесь в принципе большинство говорили да это спрогнозировать да вот при прочих равных твое будущее да по какому-то базовому сценарию на котором ты сейчас вот на рельсах который стал вторая задача второй уровень найти точки роста да вот твоего текущего сценария на этого в принципе план на 24 год второму шагу сделал для проектных команд удобный да вот этот инструмент который бы воплотил в себе знания до экспертные знания разных функциональных центров ну и дал возможность проектным командам быстро прослеживать этот причинно-следственные связи до внутри проекта а вот ну увеличивающий какой-то китай третья стадия это как бы пересмотреть наверное да вот этот подход второй стадии в управлением управление как бы маржой портфеля и сфокусировать на то что в стандарте называется функциональным стоимостным анализом да то есть как бы проассоциировать компоненты цены за которую мы готов покупатель клиент на рынке покупатель на услуг продукт девелопера да да с его стоимостью затрат этой компоненты да ну а четвертый как бы это уровень это вообще вообще ну и в принципе это больше такая как бы философия или уж там корпоративная культура или продуктовая культура да что вообще как бы в принципе вся деятельность ну любой там как это такой команды должна направлена быть на помощь в создании компании долгосрочной стратегии да то тут был такого долгосрочной защиты долгосрочного конкурентного преимущества но и в принципе потому эти собрать это симовские стандарта да то есть они так и выстроены до операционной эффективности тактической эффективностью стратегическая да вот как раз на защиту на создание долгосрочного конкурентным преимуществом я уверен что как бы вклад до вклад и платформы и нашего решения созданного платформе ну будет востребован по любому для этой задачи Субтитры подогнал «Симон»